7 мая Они просто назначают лучшими те радиостанции, которые принадлежат холдингам, организаторам, и даже если не московское радиошоу популярного радиобренда признают самым лучшим, то какое-нибудь региональное радиошоу местного филиала, которое, быть может, никто никогда не услышит. Это очень странно. Поэтому предлагаю воспользоваться, например, брендом «Радиолярия», который я когда-то лет 20 назад использовал для создания первого в интернете каталога московских петербургских радиостанций. Ну и пусть так будет называться «Настоящая радиопремия». Для начала предлагаю начать с московского региона. Ну, просто как-то так вот, потому что, знаете ли, все регионы не охватишь, а с чего-то начинать надо. Я законспектировал названия и достижения тех радиостанций, которые находятся в диапазоне Москвы, ФМ, УКВ и даже в диапазоне средних волн. Ну и те радиостанции, которые вещают из Москвы на федеральную сеть, но, к сожалению, не имеют пока что частот в Москве. Хотя по интернету их можно слушать, и они тоже вполне востребованы. Итак, начнем. Милицейская волна. Самая главная радиопремия за смелость в экспериментах и самую широкую музыкальную информационную палитру в московском ФМ-диапазоне среди популярных федеральных радиостанций. Хит-ФМ. Несмотря ни на что, он на плаву. Ну и вполне конкурентная радиостанция новой и модной музыки среди себе подобных. РСН-Известия, 107.0 в Москве, за альтернативный информационный формат. Лаврадио, за грамотную интеграцию брендов диджитал и социальные медиа. Европа Плюс, за самый крутой летний поп-фестиваль. Русское радио, за открытую студию в Атриуме. Москова ФМ, за возможность мгновенной виртуальной эмиграции. Радио Книга, за смелость выбора формата. Радио Семь, за умение поддержать лирическое настроение. Энерджи, за грамотное использование иностранного бренда. Максимум, за то, чем он был в нашем детстве и за то, что и сейчас продолжает питать энергией. Маяк, за то, чем он был в нашем детстве и за то, что все еще вполне хочется верить возможно. Радио Шансон, за то, что поддерживает современную эстраду для тех, кому за. Комедия Радио, за самое крутое утреннее и не только утреннее шоу. Монте-Карло, за легкую ностальгию и очарование бренда. Наше Радио, за то, что фестиваль нашествия и проект 2.0 дает аудиторию или хотя бы какую-то огласку новым, очень интересным артистам. Диэфэм, за ритм и агрессивный позитив. Бест-ФМ, за то, что был когда-то великим радио России и ностальжи. Серебряный дождь, за то, что позволяет жить в альтернативном обществе, не покидая пределов страны. Русский хит, за то, что совместил в своем названии два фрагмента бренда культовых радиостанций. Орфей, за то, что это самое настоящее радио в его классическом понимании, за волшебство музыки, ну и за то, что иногда его разговорные программы информативнее и смелее эхо Москвы. Романтика, за то, что в 2018 стало по-настоящему романтичной радиостанцией. Новое радио, за шикарный, огромный офис, который впечатляет. Шоколад, за смелость выбора нового формата каверов. Вести-ФМ, за то, что это идеальная пропагандистская радиостанция. Комсомольская правда, за самую смелую интеграцию советского бренда в культуру радио. Детское радио, дети-ФМ, за то, что оно для детей, которые вокруг нас, и за то, что оно для детей, которые живут в душе каждого из нас. Такси-ФМ, за то, что поймал волну модных станций начала 90-х. Дорожное радио, за то, что это самый успешный и рейтинговый петербургский бренд радио с начала 2000-х. Радиозвезда, за правильный баланс музыки и аудиокниг. Рок-ФМ, за то, что доказывает, что поп-музыка это тоже рок, а рок иногда гораздо популярнее, чем некоторые образцы поп-музыки. Говорит Москва, за прекраснейшее утреннее шоу гениального Сергея Доренко. Весна-ФМ, за то, что продолжает сопротивляться бренду не без некоторого успеха. Восток-ФМ, за то, что дает радость людям не только с востока, но и с юга. Коммерсант-ФМ, за то, что иногда очень даже любопытно послушать. Спорт-ФМ, за содействие к культуре букмекеров. Радио-карнавал, за то, что это очень симпатичное, альтернативное многим, бодрое радио иностранной поп-музыки. Радио-дача, за то, что это идеальное народное радио. Москва-ФМ, за то, что у него есть полезная локальная информационная составляющая. Радио-культура, за смелость быть не таким, как все, и вещать для того, чей мозг работает очень быстро. Эхо, за то, что передает интересные монологи для тех, кто за рулем или скучает. Релакс-ФМ, за то, что расслабляет и позволяет мечтать. Авторадио, за грамотный маркетинг и за то, что бренд популярнее самого радио. Страна-ФМ, за то, что стал симпатичным русским RTL. Мегаполис-ФМ, за то, что это идеальная радиоклубная музыка. Радио-джаз, за то, что это идеальная машина времени и ковер-самолет. Юмор-ФМ, за то, что можно поулыбаться, наблюдая за тем, как улыбаются взрослые. Ретро-ФМ, за магию правильных 90-х. Лайк-ФМ, за то, что бодрый и динамичный. Бизнес-ФМ, за то, что это идеальная радиоинформация новостей для всех и каждого. Ну и немножко об УКВ-диапазоне. Радио России, за то, что это радио Лисов Поли-Ирек. Радио Радониш, за то, что сумел стать мемом против желания редакции. И средние волны WRN World Radio Network, за то, что передает русскоязычные программы редакции радиостанций разных стран мира. С пожеланием ему, наконец-таки, обрести свою чистоту в ФМ-диапазоне Москвы. Ну и отдельный респект радиостанциям, не имеющим обещания в Москве, но обещающим в крупных регионах, в том числе неподалеку от Москвы. Это Радио Мир, Радио Родных Дорог, Радио Рекорд, Радио Радио и Хорошее Радио. А также отдельный респект холдинговый выбери радио за крупнейшую сеть локальных представительств популярных федеральных радиостанций. Поздравляю, друзья! Успехов в настоящем и будущем!